Всем привет, с вами Кисоли Баттерс. Я решила, что буду читать вам интересные фанфики, которые придумала сама. И первое видео будет о Хаги-Ваги. Давайте вначале разберемся, кто же такой Хаги-Ваги. Может кто-то еще не знает. Хаги-Ваги это большое пушистое существо с синим мехом и острыми зубками из игры Поппи Плейтайм. У него очень длинные руки и ноги. А еще он носит галстук бабочку голубого цвета. Является главным антагонистом, который охотится за игроком. Бывшим сотрудником фабрики игрушек Плейтайм Ко. Я так его всегда пугаюсь, когда он ловит в летсплее пушистого геймера. Такой страшный. Глаза, пузы на пихре, зубы в три лида. Он похож на мою математичку. Быстро бежим отсюда. Ааа, страшно. На самом деле, раньше он был добрым. И Хаги переводится как обнимашки. Представляете, если бы он был добрым и обнял вас. Были бы ощущения, что вас обнимает живая, большая, плюшевая, мягенькая подушечка. Но о фабрике произошла катастрофа. И он стал монстром. Печальная история. Надеюсь, он когда-нибудь снова станет добрым. По одной из фанатских теорий, Хаги-Ваги когда-то был работником в корпорации. И после того, как он выступил против руководства, его подвергли жестким экспериментом. И он стал куклой. А еще у него есть подружка Кисси-Мисси. Она такая же, как и он. Только розового цвета. Я, кстати, с Викой лепила их из пластилина. Можете позалипать на лепку, если вы кайфуете от такого. Только вот ее в самой игре еще не было. Только ее плакаты. Ну что, я начинаю вам порассказывать свой фанфик. Я его придумала сама. Так, ну что, знаете ли. Был обычный день. Я пришла в школу. Положила учебники на стол. Но в какой-то момент они странно потянулись и упали на пол. А на столе остался синий волосок. Я его решила сохранить и положила в карман. В тот момент в класс зашла учительница. Увидев, что учебники лежат на полу, она стала на меня ругаться, что я их не берегу. И это библиотечные книжки. И мне их больше не дадут на следующий год. Я расстроилась. Но все время, пока шел урок, я думала об этом синем волоске. И что-то очень мне напоминало. Когда закончился урок, моя подружка принесла хаги-ваги. И я тогда впервые узнала о нем. И она рассказала мне его историю. Мне стало так жалко его. И я очень сильно захотела такую же игрушку. Придя домой, я попросила ее у мамы. Но мама сказала, что купит только на праздник или когда получит зарплату. Ждать оставалось очень долго. На следующий день в школе я рассказала об этом своей подружке Насте. И она ответила мне, не расстраивайся. Хочешь, я тебе подарю хаги-ваги? И ты будешь с ним обниматься ночью. На что я ответила, не надо. Это же твоя игрушка. И ты будешь по ней скучать. Она сказала мне, все хорошо. У меня есть кихи-михи. Она такая же, как хаги. Только девочка. И когда мы будем видеться, они будут встречаться. Это укрепит нашу с тобой дружбу. Я была ей очень благодарна. И поэтому обняла ее очень крепко. И сказала спасибо. В этот момент прозвенел звонок. Начался урок. Я посадила хаги-ваги рядом с собой на стул. Зайдя в класс, учительница обратила внимание на него. И сморщило лицо. Пройдя метр, она стала кричать. Фу, это что еще за безобразная игрушка? Омерзительная! Дай мне ее сюда. Я не дала ей его. И она отобрала его силой, сказав, Эти игрушки только психику вашу портят. Глупые детишки. Нас смотрятся и потом вырастают психи. И выкинула его в помойное ведро. На что я подумала, что такое кричание только может испортить психику детей, а не хаги-ваги. Ведь он такой милый. Я очень расстроилась, что мою любимую игрушку и подарок подруги отобрала учительница. И я даже не успела поспать с ним ночью в обнимку. Наворачивались слезы, но я старалась не плакать на уроке, иначе бы она меня еще больше загнобила. Это был последний урок. Я шла домой и плакала. Мне было очень обидно и больно. А еще стыдно перед подружкой. Я пришла домой и легла на кровать. Не могла забыть об этом. Родителей не было дома. Поэтому я могла спокойно поплакать. Ночью спала очень плохо. И утром без настроения пошла в школу. На третьем уроке снова была математика. Эта вредная и злая училка вела ее. Я была очень зла на нее. Она пришла в хорошем настроении. Это еще больше раздражало. Как только она вошла в класс, произошла странная история. Что-то синее промелькнуло в окне и весь класс это заметил. Но никто друг другу об этом не сказал. Но по взгляду было понятно. Через пять минут что-то стало шуршать. Мы не могли понять откуда этот злой. Он то пропадал, то появлялся. Было очень жутко. До того, как я вошла сегодня в кабинет, Хаки-Ваки все еще лежал в ветре. Но потом он оттуда пропал. Хотя его никто не трогал. Я начала понимать, что происходит. Хаки-Ваки ожил. И я надеялась, что он вернется ко мне. Но весь урок он только пугал нас. Промелькнул мимо, шуршал и даже поцарапал мою одноклассницу. Как только урок закончился, все выбежали из кабинета, потому что им было очень страшно. Кроме меня и учительницы. Мне было интересно, что будет происходить дальше. Может быть, выйдет Хаки-Ваки и вернется ко мне. А учительница просто готовилась к следующему уроку. В этот момент захлопнулась дверь сама. И появился огромный Хаки-Ваки и очень злой. Я не знала, что делать. И от испуга попыталась открыть дверь. Но удивление она отворилась. И я смогла уйти. Спустя пару секунд злая учительница закричала на следующий день, когда я пришла в школу, директор нас освободил от занятий. И везде была полиция. Мне было не по себе от того, что я знала, что что-то случилось очень странное. Когда у нас снова возобновились занятия и мы пришли в школу, этой учительницы больше не было. У нас была новенькая, молоденькая, хорошенькая учительница. Она мне очень понравилась, потому что она была доброй. А еще через пару дней когда я пришла на урок, Хаги-Ваги сидел на столе. Такой же маленький, миленький и пушистый. Тот самый Хаги-Ваги. И я больше никогда не расставалась с этой игрушкой. Он стал моим лучшим другом. Этот фанфик, этот фанфик я сочинила сама. Ставь коталайк, если он тебе понравился. А еще пиши в комментариях, какие фанфики тебе нравятся больше всего. И продолжать ли делать такую рубрику. Вернее, сочинять ли еще мне фанфики. И про кого лучше. Хм, Ну а с вами была Кисулю Баттерс. Ставь коту лайк. Всем мяу-мяу. Жмякать кота лайк, кота лайк, кота лайк. Не забудь подписаться на Кисулю Баттерс. И лесочка.